Здравствуйте! На портале Экзогет.ру с вами Протерей Дмитрий Сизоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами поговорим о словах Христа, которые вызывают очень часто недоумение людей, которые открывают Евангелие. Речь идет о проклятии, которое обращено к тем людям, которые соблазняют малых сих. В частности, в Евангелии от Матфея, 6 стих и последующие стихи. «Кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть вежену в огонь вечный». И для того, чтобы понять слова Христа, нужно выделить несколько ключевых моментов. Действительно, эти слова при первом прочтении вызывают очень странное ощущение, смущение. Христос, который учит любви, прощению, такой кроткий и мягкий, вдруг он как будто предлагает человеку согрешившему совершить акт самоубийства или наоборот совершить какой-то очень суровый суд. В действительности древние историки Свитоний и Иосиф Флавий описывают о этом суде, который тогда называлось катапонтизмом, когда осужденного действительно сбрасывали с моста, повесим ему на шею на тяжелый камень. Это была довольно позорная и отвратительная казнь. И очень странно, что то, что совершали жестокие и грубые римляне, вдруг в устах Христа произносится. Разве может Христос кого-то подстрекать к такой казни или к самоубийству? Сомнения возникали уже у Ницше. В частности, в своей книге «Антихрист» среди эпизодов, которые вызывают у него особое возмущение, он говорит о том, что в умах этих бедных людей, имея в виду наивных христиан, засела такая идея, которую они вложили в уста своего учителя. Это чистые и наивные признания прекрасных душ. И дальше вот известная нам цитата «Кто соблазнит одного из малых сил, верующих в меня, тому лучше было бы, чтобы повесили ему жерновный камень на шею и бросили в море». Как это по-евангельски? То есть для Ницше эти слова действительно вступают в какое-то вопиющее противоречие самим духам Евангелия, потому что сама жестокость, она нам кажется мелочной и несоразмерной великодушию, щедрости и божественной широте Евангелия. И Ницше единственное может объяснить это тем, что Евангелие написали наивные люди, и поэтому они исказили то, что говорил Христос. И действительно, для того, чтобы понять мысли Христа, нужно вчитаться, проявить терпение и более того, расстаться с некоторыми своими предрассудками. Но прежде всего, когда мы слышим слово «соблазн», это перевод греческого слова, которое скорее является скандалом. Но на слово «скандал» имеет совершенно другое значение, поэтому оно здесь нам будет очень сильно мешать. Но прежде всего, что такое соблазн? Опять же, первое, что приходит нам на ум, это какое-то совращение или прелюбодеяние. Но соблазн – это просто камень, камень, который попадается на твоем пути, ты можешь о него споткнуться, ты можешь упасть. И, соответственно, это слово употребляется и применительно к людям, которые вот так бросают под ноги камни или расставляют ловушки, препятствия, западни, в которые может попасть другой человек. Поэтому слово «соблазн» нужно понимать именно в этом первом общем значении, без всяких каких-то излишних коннотаций. Другая тема, конечно, кто такие малые. К сожалению, мы не всегда обращаем внимание на то уточнение, которое произносит сам Господь. Малые – это те, кто верит в Него. Это его младшие братья. Это те, с кем он себя отождествляет. Это его ученики. Это те, кто поверили и еще не окрепли в своей вере. И потом мы с вами поговорим о том, что здесь есть намек на то, что в христианских общинах, так же, как очень часто в наших семьях есть более сильные члены семьи и более слабые. Иногда те, кто более силен, кто более испытан, кто более способный, может быть, свысока, с презрением относятся к тем, кто беспомощен и беззащитен. И Христос предостерегает именно от такого отношения, для того, чтобы мы в тех, кто меньше нас видели в действительности младших братьев и учеников Иисуса Христа. И поэтому здесь слово «малые» в греческом языке соответствует не слову «пайдеия», то есть «дети», а «микрои», то есть действительно «малые сии», люди начинающие, люди еще не сложившиеся хрупкой верой, мировоззрением. И в этом смысле они беззащитны и легко могут стать предметом насмешек. И таких людей очень легко сильно ранить и, может быть, даже повернуть в отчаяние. Отчего Христос предостерегает тех, кто в силу своего преимущества может оказаться нечутким по отношению к ним. И, конечно, в средствах массовой информации именно эти слова Христа часто произносятся применительно к педофилии. Действительно, нет ничего отвратительнее насилия, которое совершается над самыми беспомощными и самыми беззащитными, в данном случае, детьми. Но Христос все-таки говорит не об этом. И иногда эти слова тоже употребляют для того, чтобы обосновать даже смертную казнь применительно к тем людям, которые повинны в этих грехах. Но в данном случае тоже нужно понимать, что это совершенно не имеет никакого отношения к Евангелию. Итак, малые – это прежде всего люди начинающие, люди хрупкие, люди еще не укоренившиеся в вере. И в общине, в семьях такие люди являются предметом особой заботы, особого внимания и доброты. И для того, чтобы понять, с какими другими словами Христа эти слова выступают в какой-то гармонии, конечно, здесь приходит на ум, если бы вы однажды поняли по-настоящему, что означает «милости хочу, а не жертвы». Другие слова в Евангелии от Матфея, которые тоже врезаются в память читателя, «милости хочу, а не жертвы». Поэтому как относиться к малым, к тем, кто несовершенен, слаб, слабого подтолкни, падающего подтолкни, или наоборот, а не предмет любви, потому что Бог хочет милости, а не жертвы, любви. Тема мельничного камня, который подвешивают на шею обвиненного, конечно, здесь созвучен другому образу, когда Христос говорит фарисеям, «Горе вам, которые возлагают на своих учеников бремена неудобоносимые, а сами не носите это тяжкое бремя». И в противовес этому Христос приглашает своих учеников прийти к нему, научиться у него и принять то бремя, которое дает Христос, потому что оно благо, иго мое благо, и бремя мое легко. В действительности сам Христос несет это бремя, поэтому оно для учеников становится легким и удобоносимым. Нужно просто быть его учеником. Таким образом, выстраивается вот такая причудливая гармония и какие-то музыкальные созвучия между образом любви, который важнее жертвы и важнее совершенства, важнее скезы, а с другой стороны, людей, которые думают преуспевать, возлагая на себя и на других какие-то непосильные ноши и бремена. Опять же, взамен любви. Еще очень интересная деталь. Конечно, когда мы слышим о том, что глаз соблазняет или рука соблазняет, здесь в голову приходят у людей самые невероятные фантазии. Иногда приходится слышать вещи, которые даже тебе в голову прийти не могут. Нужно понимать, что библейский язык употребляет название частей тела для того, чтобы выразить какие-то конкретные идеи. В частности, глаз – это, конечно, светильник тела. Как иногда говорят, глаз – это зеркало души, потому что во взгляде человека мы можем видеть его сокровенные мысли, сокровенные чувства, глаза не обманывают взгляд. Невозможно подделать. Поэтому глаз – это вот как око, как окно, светильник тела. И поэтому тот орган тела, который обозначает твою способность ясно видеть этот мир, в частности, видеть те препятствия, которые возникают на твоем пути, если он вдруг не справляется со своими функциями или ими злоупотребляет, то, конечно, лучше его не иметь вообще, чем видеть перевернутую картину мира. Что касается руки и ноги, тоже замечательный образ, потому что рука – это прежде всего десница Божия, это десница, которая защищает, которая покровительствует. Рука Божия – это рука дающая, которая кормит своих птенцов, своих детей, простирая хлеб на раскрытой ладони. Вот образ руки. И теперь представьте, что эта рука, которая должна защищать и выражать с собой некий дар, превращается в элемент насилия, когда эта рука поднимается для того, чтобы кого-то ударить или унизить. Аналогично ноги – это, опять же, то, что спасает от опасности, либо это ноги благовестника, человек, который спешит с доброй вестью, и если этот орган используется для того, чтобы кого-то попирать или унижать, то понятно, что лучше пусть он будет парализованным, пусть он потеряет свою силу, чем совершит то, чего он не должен совершать. И таким образом мы видим, что все это выстраивается в какую-то ясную и очень красивую картину того, что в Царство Небесное можно войти, но для этого не нужно совершать то, что глубоко оскорбляет это Царство. Нужно востерживаться от насилия. И, конечно, этот образ малых сих, он помогает нам понять то, что говорится в предыдущих стихах, там говорится о детях и о том, кто не уподобится ребенку, тот не сможет войти в Царство Небесное. Опять же, речь идет не о умственной отсталости или инфантилизме, речь идет именно об этой простоте, когда ты все ожидаешь от других, от тех, кто более силен, кто более мудр. И именно в таких отношениях с Богом ты действительно становишься Его Сыном. И главный вопрос, который проходит через все Евангелие по-настоящему, кто Царь, кто твой Отец, чей ты Сын, и поэтому как ты живешь. Поэтому Христос этими словами в очередной раз нас призывает к тому, чтобы мы приняли Бога как Царя, чтобы Он царствовал в нашей жизни, над нашими помыслами, над нашими действиями. И что решающим в наших отношениях с Богом и с ближними – это всегда милость. Богу приятна милость, а не жертвоприношение. Именно от этого зависит, получит ли ученик доступ к Царству или нет. И это происходит в нашей повседневной жизни, самой конкретной и простой жизни, потому что ближние – это прежде всего наши близкие. И отец монахов, преподобный Антоний Великий, своим ученикам, молодым монахам, дает удивительное наставление. Он говорит потрясающие слова. «Жизнь и смерть в руках нашего ближнего. Тот, кто приобрел брата, приобрел Бога. Кто соблазнил брата, оскорбил брата, тот оскорбил Христа. Кто приобрел брата, тот приобрел Бога». Антоний Великий, как и многие отцы, говорят тем же красочным языком, на котором говорит Господь наш Иисус Христос. Он специально заостряет, он специально приводит образы, которые врезаются в наше воображение, запечатлеваются в нашей памяти, для того, чтобы мы об этом не забывали, для того, чтобы мы понимали, что христианство – оно радикально. Христос вступает в конфликт с какими-то устоявшимися представлениями его времени. И очень важно, чтобы этот зов всегда был живым. На портале «Экзогет.ру» с вами был протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Продолжение следует...